Глава 11. Огромное одеяло оглушительной тишины висело на даренной всего мгновенья. Затем гул голосов приобрел новый оттенок. Люди старались увидеть, объяснить, обсудить. Зеркало. Что черт возьми, это означает? Хороший вопрос. Несмотря на то, что такой поворот событий очень перронул меня, никаких спонтанных теорий о том, каково его значение, у меня не появилось. Так иногда бывает в большом искусстве. Оно воздействует на тебя, а ты не можешь объяснить как. Глубокий символизм, тайное послание, мучительная мольба о помощи и понимании? Невозможно ответить. Впрочем, для меня и вовсе не первостепенно. Я хотел надышаться всем этим. Пусть другие беспокоятся, как зеркало оказалось здесь. В конце концов, могло просто выпасть, и он решил выбросить его в первый подвернувшийся мешок для мусора. Нет, невозможно, конечно, нет. Зеркало оказалось здесь по какой-то очень важной причине. Для него эти мешки не мусорные. Как он только что элегантно доказал хоккейным представлениям способ преднесения, важная часть того, что он делает. Он не допустит обыденности ни в одной детали. Что же означает зеркало? Все сходится на том, что как бы не импровизировал убийца, зеркало к фрагментам тела он приложил совершенно намеренно. Более того, где-то между лопаток у меня появилось ощущение, что это очень точное и очень личное послание. Мне? Если не мне, то кому? Остальная часть действия вращена к миру в целом. Смотрите, кто я есть. Смотрите, кто мы все есть. Смотрите, что я делаю. Зеркало от грузовика не вписывается в программное заявление. Сегментирование тела, ленирование крови это необходимо элегантно. Но зеркало при чем? Если окажется, что оно от того фургона, который я преследовал, другое дело. Элегантно. Но что оно добавляет к общей картине? Ничего. Зеркало вложено с какой-то другой целью, и цель эта должна иметь новую и совершенно другую мотивацию. Я почти чувствовал электрический заряд мысли, пронизывающий меня. Если зеркало с грузовика, то предназначаться оно может только мне. Но что оно означает? На кой черт оно здесь? Спросил Дек. Зеркало. Зачем? Не знаю, ответил я, все еще ощущая в себе лисирующую энергию. Тем не менее, поспорю с тобой на ужин с крабами, лжо, что оно с того фургона-рефрижератора. Не спорь, сказала она. По крайней мере, оно решает один важный вопрос. Пораженный, я смотрел на Деп. Она правда, что ли, интуитивно нашла то, что пропустил я? Что за вопрос, сестричка? Она кивнула на кучку копов управленческого уровня, пререкающихся на краю поля. Юрисдикция. На сей раз она наша. Пошли. На поверхности детектив Лагерта не выглядела впечатленной этим новым вещественным доказательством. Возможно, она хотела скрыть глубокое беспокойство, вызванное символизмом зеркала и всем, что с ним может быть связано, с тщательно возведенным фасадом безразличия. Или так, или она действительно непробиваема, как бетонная стена. Она все еще стояла с Доксом. К его чести, он выглядел обеспокоенным, но может быть, его лицо просто устало от вечно злого взгляда и решила примерить что-то новое. Морган обратилась Лагерта к Деп. Я не узнала вас в одежде. Полагаю, иногда можно не заметить массу очевидного. Детектив, ответила Дибора, прежде чем я смог остановить ее. Точно, парировала Лагерта. Именно поэтому некоторые из нас никогда не становятся детективами. Полная и бескровная победа. Лагерта, даже не дождавшись, пока пуля долетит до цели, отвернулась от Деп и заговорила с Доксом. Выясните, у кого есть ключи от арены. Кто может зайти сюда в любое время? Ага, произнес Докс. Проверить все замки, не взломан или? Нет. Лагерта довольно мило нахмурилась. У нас теперь есть свой контакт со льдом. Она взглянула на Дибор. Этот рефрижератор только путает нам карты. Снова Докс. Ткани должны были повредить здесь, на льду. Поэтому убийца как-то связан со льдом в этом здании. Она в последний раз посмотрела на Дибор, а не с грузовиком. Ага, произнес Докс. Голос его прозвучал неуверенно, однако дело ведет не он. Лагерта перевела взгляд на меня. Думаю, ты можешь ехать домой, Декстер. Я знаю, где ты живешь, если вдруг понадобишься. По крайней мере, хоть не пынула. Дибора проводила меня до больших двойных дверей арены. Если так пойдет дальше, через год я буду регулировщиком, продолжала ворчать она. Ерунда, Деп, максимум на пару месяцев. Спасибо. Нет, правда. Ты не должна так явно ее провоцировать. Видела, как это делает сержант Докс? Ради бога, действуй потоньше. Потоньше. Она резко затормозила и схватила меня за грудки. Послушай, Декстер. Это ведь никакая не игра. А вот нет, Деп. Игра, да еще какая. Политическая игра. А ты не играешь в нее как след. Я ни во что не играю. Зрычала она. На карте человеческие жизни. На свободе гуляет мясник, и он останется на свободе, пока здесь распоряжается эта слабоумная лагерда. Я подавил в себе всплеск надежды. Вполне вероятно. Так оно и есть, наставила Дебора. Но Дебора, ты ничего не сможешь изменить, если сошлешь себя регулировать движение в каком-то гроув. Ты прав. Если только не найду убийц. Ну вот, приехали. У некоторых просто отсутствует представление о том, как устроен мир. А так она очень не глупа. Правда. Просто унаследовала у Гарри всю его земную прямоту, его прямолинейность в решении проблемы, только вот забыла прихватить немного мудрости. У Гарри тупоготость применялась, когда надо было решить какой-нибудь дерьмовый вопрос. У Дебора это был способ притвориться, что такового не существует. До моей машины меня подвез один из патрулей. Потом я ехал домой, представляя, что оставил голову у себя, тщательно завернул в салфетку, положил на задние сиденья и вот везу домой. Ужасно и глупо, согласен. В первый раз я понял этих грустных людей, чаще всего шрайнеров, восемнадцать шрайнеры, или древиарабский орден рыцарь и тайной усыпальницы, братство, родственное свободному масонству. Созданного 1920 г. в Нью-Йорке в качестве веселой ветви масонства. Предпринимают разного рода увеселительные акции, например, парады забавных копий автомобилей и мотоциклов, которые ласкают женские туфли или носят с собой газное белье. Жуткое чувство, мне захотелось принять душ, наверное, так же сильно, как хотелось бы погладить эту голову. Только вот у меня её не было. Делать нечего, пора домой. Я ехал медленно, на несколько миль в час, ниже разрешённой скорости. В Майами это как повесить на спину, пока отмашь мне. Конечно, мне никто не мазал, для этого им пришлось бы замедлить ход. Мне гудели семь раз, восемь раз показали средний палец, и пять машин просто объехали меня кто по тротуару, кто по встречной. Впрочем, сегодня даже высокая энергетика этих водителей не смогла поднять мне настроение. Я был смертельно утомлен и помесён, мне нужно подумать, забыть гулкой эхарены и тупой болтовню, лагерты. Медленная езда дала мне возможность размыслить, разобраться в значении всего произошедшего за день. И выяснилось, что одна глупая фраза всё время звенит у меня в голове, перескакивая с извилина на извилин. Казалось, она живёт собственной жизнью. Чем больше я в неё высленно вслушивался, тем больше смысла находил. А по ту сторону, смысл она превращалась в некую искушающую мандру. Стала ключом к мыслям об убийце, выкатившейся на дорогу в голове, засунутому в мешок зеркал и восхитительно сухим фрагментом тела. Если бы это был я, например, если бы это был я, что бы я хотел сказать этим зеркалам? Или если бы это был я, что бы я сделал с грузовиком? Конечно, это могло бы показаться завистью, что плохо для души, но поскольку души у меня нет, значит, нет проблем. Если бы это был я, я бы бросил грузовик в укромном месте неподалёку от арены. Потом очень быстро убрал себя оттуда на припрятанном где-то рядом автомобиле. На угнанном, зависит от обстоятельств. Если бы это был я, оставить части тела на арене было запланировано заранее, или так вышло в результате гонки по дамбе? Нелогично. Он не мог предугадать, что кто-то погонится за ним в сторону Нордбей Вильдж, разве не так? Но почему тогда у него была готова ядра Скалова? И почему всё остальное он отвёз на арену? Странный выбор. Да, там полная еда, а холод это только хорошо. Вот только огромное губное пространство совершенно не подходит для такого рода интейных моментов, если бы это был я. Арена ужасная, настежь открытая опустошённость, не может быть правозняком настоящего творчества. Забавно погубать, но не здесь студия настоящего художника. Свалка, а не рабочее место. Просто не соответствует ощущениям. Конечно, если бы это был я. Итак, арена смелый бросок на неизведанную территорию. Такой ход должен разозлить полицию и скорее всего направить её в ложном направлении. Если там, само собой, ещё понимают, что такое ложное направление, в чём я все больше сомневаюсь. И чтобы покончить с зеркалом, если я прав, насчёт причин выбора арены, тогда зеркало дополнительный атрибут, отражающий эти причины. Оно может служить связующим звеном, комментарием ко всему, что произошло, включая оставленную отдельную гонку. Заявлением, объединяющим все нити, связывающим их в аккуратные узлы, подобно фрагментам тела в пластиковых мешках. Заявлением, элегантно подчёркивающим основную работу. Итак, как бы звучало заявление, если бы это был я? Я тебя вижу. Ну хорошо, конечно, именно так. Я тебя вижу. Я знаю, что ты идёшь за мной, я слежу за тобой. Только я намного впереди, контролирую твой курс, устанавливаю скорость и наблюдаю, как ты следишь за мной. Я тебя вижу. Я знаю, кто ты такой, где ты, а всё, что ты знаешь обо мне, это то, что я наблюдаю за тобой. Я вижу тебя. Звучит логично. Только почему же мне не становится легче? Дальше, что из этого я могу рассказать дорогой, моей дняшке, Деворе? Дело принимает слишком личный оборот. Приходится напрягаться, чтобы не забыть, что в нём существует ещё и публичная сторона. И сторона эта важна для моей сестры и её карьеры. Если у меня достаточно ума, чтобы слышать и реагировать, я не скажу ей, никому бы то ни было, что по-моему, убийца пытается мне объяснить. А остальное? Должен ли я что-нибудь рассказать ей и хочу ли? Всё, перебор. Нужно поспать, иначе всего этого не рассортировать. Я чуть не плакал, когда забрался в постель. Не стал сопротивляться сну, который наступил мгновенно, и я провалился в темноту. Проспал почти два с половиной часа, пока меня не разбудил телефонный звонок. Это я, сказал голос на другом конце. Конечно, ты. Это, конечно, Владибора. Я нашла рефрижератор. Что ж, поздравляю, Деб. Очень хорошая новость. На другом конце провода наступила долгая тишина. Деб, произнёс я наконец, это ведь хорошая новость, правда? Нет, ответила она. Потребность во сне всё ещё ухала в моей голове, как выбивалка по циновке, хотя я и старался сконцентрироваться. Э, Дебора, что ты? Что случилось? Я опознала её, абсолютно точно. Фотографии, части тела и всё такое. И как образцовый скаут, все рассказала этой сучке. И она тебе не поверила? Спросил я скептически. Может быть, и поверила. Я старался открыть глаза, но они упрямо закрывались, и я сдался. Извини, Деб, кто-то из нас недоговаривает. Я пыталась объяснить ей, очень тихим, усталым голосом произнесла Дебора, и у меня возникло ужасное чувство, как будто лодка тонет, а вычёрпывать воду нечем. Я все ей рассказала. Я даже была вежливой. Очень хорошо. И что же сказала она? Ничего. Совсем ничего? Совсем ничего? О, повторила Деб. Кроме обычного спасибо, типа того, которое говоришь парню в гостинице, который обгоняет твою машину на стоянку. Потом она улыбается мне своей милой улыбочкой и отворачивается. Ну ладно, Деб, неужели ты действительно ожидала, что она? А потом я узнаю, почему она так улыбается, продолжала Деб. Как будто я не умытая дурочка, а она наконец-то решила, где меня можно запереть. А нет. Ты имеешь в виду, что тебя сняли с дела? Мы все сняты с дела, Декстер. Она сказала это таким же усталым голосом, как и мой. Лагерта произвела арест. На линии наступило ещё более продолжительное молчание. Унезапно я понял, что голова совершенно перестала работать, но по крайней мере я полностью проснулся. Что? Лагерта кого-то арестовала. Какого-то парня, который работает на арене. Она задержала его и уверена, что убийца он не может быть, сказал я, хотя понимал, что вполне может. Ах ты, дурная сучка. Лагерта, конечно, а не Деб. Точно, Декстер. Только не пытайся объяснить это, детектив Лагерте. Она уверена, что взяла нужного парня. Насколько уверена? Спросил я. Голова пошла кругом, меня даже затошнило, сам не понимаю почему. Через час она даёт пресс-конференцию. Фыркнула Деб. Она уверена, что все очень хорошо. Ее не епуэс в голове стало слишком громким. Лагерта произвела арест. Кто же это? Кого она могла зацепить? Неужели она вправду способна игнорировать все улики, запах и манеры убийств? Арестовала кого-то? Не существует никого, кто бы творил то же, что этот убийца и продолжает творить, и который позволил бы такой бродавке, как Лагерта, поймать себя? Могу на жизнь поспорить. Нет, Дебора, сказал я. Нет. Невозможно. Она взяла не того парня. Дебора рассмеялась смехом полицейского, которому все оскочертело. Да, я это знаю. Ты знаешь. А она не знает. А хочешь, я тебя развеселю? Даже он не знает. Тут уже я перестал понимать. О ком ты говоришь, Деб? Кто не знает? Она повторила свой жуткий смешок. Парень, которого она арестовала. Вполне возможно, что он так же сбит с толку, как и Лагерта, Декс. Потому что он признался. Что? Он признался. Декстер. Этот ублюдок признался.